Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим рыбу в сливочном соусе. Для приготовления нам потребуется 800 грамм красной рыбы. Лучше использовать семгу или форель, но также подойдет горбуша или кижуч. 150 грамм жирных сливок. Я взяла 23 процентов жирности. Сливки для соусов. То есть там уже добавлен крахмал. Если у вас обычные сливки, необходимо добавить чайную ложку крахмала. На гарнир у меня будет картофельное пюре. Для этого я использую 1 килограмм картофеля. Еще потребуется черный молотый перец, соль и для подачи блюда на стол 40 грамм икры. Рыба готовится быстро и чтобы у нас успел приготовиться картофель, нарежем его очень мелко. Вот так. Рыбу делим на порционные куски. У меня получилось 4 куска. Солим. Чайной ложки будет достаточно. Солим и соль втираем. Добавляем сразу черный молотый перец. Примерно 1 третью чайной ложки и втираем вместе с содью. То есть берем и каждый кусочек промазываем солью и перцем. Блюдо получается праздничным, очень вкусным, малокалорийным. Выкладываем рыбу на фольгу. Из краев фольгу как бы закрываем. Фольгу я в два раза свернула. И теперь рыбу необходимо уложить в корзину пароварки. То есть вот так ничего лишнего, только соль и перец. В чашу мультиварки выкладываем картофель. Добавляем соль по вкусу. Картофель заливаем холодной водой. Я добавила 1 литр воды и полторы чайной ложки соли. Сверху устанавливаем корзину пароварки с рыбой и закрываем крышку. Готовить рыбу с картошкой буду на режиме варка 30 минут. Для этого уменьшим время. Если у вас нет режима варка, можно готовить на режиме на пару 25 минут. Прошло 30 минут. Рыбка готова и картошка тоже. Достаем рыбу. Картофель перекладываем. Пока картофель горячий, мнем его. Молоко обязательно добавлять горячее, чтобы цвет картофеля был не серый, а желтенький. Когда я готовлю пюре, я сначала добавляю сливочное масло. Когда оно уже полностью растворится в картофеле, тогда добавляем молоко. На килограмм, грамм 20-25 масла будет достаточно. Масло полностью растворилось. Теперь добавляем горячее молоко. 200 миллилитров. Ну все, пюре у меня готово. Осталось приготовить соус. Вернее, даже не приготовить, а просто его подогреть. Итак, добавляю 150 миллилитров сливок. У меня сразу скажу густые. То есть, здесь добавлен крахмал. Если у вас жидкие сливки, но их обязательно использовать жирные необходимо, добавляете чайную ложку крахмала. Лучше, конечно, кукурузного. И увариваете. Примерно вот до такой консистенции. Выбираю меню режим жарка. Нажимаем старт. И просто подогреваем сливки или увариваем, если они у вас жидкие. У меня прошло буквально полторы минуты. Отключаем. Вот началось кипение. Этого достаточно. Нам нужен горячий соус. Если это праздничное блюдо, добавляем икру. Перемешиваем. И поливаем рыбу. Быстро, просто, а самое главное вкусно. Даже сухая рыба, типа горбуши или кижуча, получается очень сочной и вкусной. Благодаря сливочному соусу. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok